Ученики с преобладанием здравого смысла живут в практической деятельности. Для них важно придумать те вещи, которые бы работали. Идеальные — это мальчишки, которые занимаются конструктором. Им всё время нужно что-то построить, придумывать новые механизмы и способы, чтобы заставить это работать. Какие есть отличительные черты? Это люди, которые привязаны ко времени здесь и сейчас. Это те люди, которые не только предпочитают иметь синицу в руках, но они даже не представляют, что журавль в небе может быть альтернативой. Они совершенно не могут заниматься абстрактным рассуждением и размышлением. Дальние теории, философия и история не представляют для них интереса в связи с тем, что она не связана с их конкретной практической деятельностью. Другой чертой учеников с преобладанием здравого смысла является то, что они ориентированы на делание. Дело не связано с запоминанием. До тех пор, пока они не делают что-то руками, не вовлечены в какой-то процесс, их мышления не работают. Только когда они включаются в какую-то практическую деятельность, их разум начинает действовать. Как правило, это те люди, которые любят двигаться. Если вы посмотрите на класс, среди всех учеников можно заметить тех, которые все равно выбирают какое-то движение. Они либо будут играть с ручкой, либо будут болтать ногой, либо каким-то образом шевелиться, чтобы удовлетворить эту внутреннюю потребность движения. Эти люди хорошо учатся, когда они осуществляют движение. В некоторых случаях таким ученикам предписывают соединить запоминание с двигательным действием. Например, учиться таблицу умножения во время бега. Такие ученики постоянно вовлечены в поиск и день, каким бы образом воплотить то, что они придумали, каким образом сделать так, чтобы все вокруг работало правильно. Если мы говорим о служении церкви, то очень часто такие люди вовлечены в работу в социальных проектах, в общественных организациях, чтобы сделать так, чтобы общественное устройство было максимально эффективно и удобно для людей. Какие есть слабые стороны учеников со здравым смыслом? Часто для них приоритетным является логичность их действия и воплощение того, что они задумали. В некоторых случаях это идет вразрез с интересами тех людей, которые находятся рядом с ними, потому что логичность действий для них гораздо более важна, чем тот ближний, который находится рядом. Так один из руководителей отделов приводил такой пример. У них поджимали сроки работы, нужно было срочно сдать проект. К нему пришел подчиненный, который сказал, что он опоздал сегодня на работу из-за того, что жена заболела и пришло свести ее в поликлиник. Мне очень жаль, сказал он, но ты проект-то сегодня сдашь. Позже он говорил, что ему было жалко, что он даже не спросил о самочувствии жены и о том, что происходит в мире у этого человека. Но так как он ориентирован на практическую деятельность и на ее реализацию, то эти мысли были для него достаточно противоестественны. Итак, какое общее описание учеников с развитым здравым смыслом? Они двигаются во время обучения. Они ценят действия и понимание, как идея может работать. Они реалистичны и практичны. Они следят за логическим последствиям действий. Они целеустремлены. Считают, что навыки – это и есть знания. Они ценят инструкцию. Предпочитают работать одни. Они бывают безличны. Они не любят лекции. Они ценят стратегическое мышление. Они сводят свои рассуждения к каким-то конкретным вещам. Они оценивают успех по тому, как хорошо работают их изобретения. Они не любят подсказок. Они преуспевают в разрешении проблем. Они любят читать о практических делах. Они видят смысл христианства в действиях. Они не любят сидеть тихо в процессе обучения. Преподают и обучаются, когда им демонстрируют работу чего-то. Они образованы в области механики и компьютера.